всех приветствую ребят с вами император прайм и сегодня я хотел бы затронуть тему чего же не хватает принципе в армаке вот так как за последнее время вот уже близится 024 обновление новая ветка все уже в курсе а вчера я пытался тоже там потестить но увы не получилось потому что на птс и там были какие-то проблемы но тем не менее мы сегодня говорим не о птс и говорим в общем проблемах что что нужно сделать я написал вот такую статью были ну да я бы сказал почти такая вот статья поэтому я все ребят здесь сильно прям так не расписывал я выбрал самые главные именно моменты которые нужно сделать принципе в игре вот и по-моему свои работы которые я делаю там свое личное время отписываю да там делаю предложение или на форуме или вообще поэтому хотел поделиться с вами чтобы вы свои комменты оставили и сказали принципе что нужно сделать также вот потому что это очень такая важная рубрика считаю для помощи разработчиков и так в первую очередь ребят погнали 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 ну конечно погнали чё там я много ребят не писал потому что мне кажется разработчики просто этот охренели весь я просто накатал целую огромную такую статью войну и мир поэтому я по частям понемножечко сам о самом главном и так поехали хочу перечислить моменты чего же не хватает в игре и что нужно для этого сделать в первую очередь нужно апнуть об это сейчас об это не давит направление от слова вообще за отсутствие брони ббм с турами просто насилует об это а точнее нужно апнуть лобовое бронирование хотя бы вот знаю что все хотят пиксель хантинг и об это все расшили танкануть вообще нельзя никакой частью и вот предлагают танкам которые более-менее увн и апнуть башни то есть у танка у которых ребят есть у венчики да но признаете стиль игры когда вы танкуете от башни как леопард примеру может потанковать свободно или принципе вообще там добавить увн и некоторым танкам чтобы появилось иное количество которое будет танковать жестко лбом и конечно же башни вот поэтому скажем так что есть еще одна тема я предложил чтобы у всех об это зашить по новину половину нлд горизонтально то есть чтобы не все нлд пробивалась а только вот разделить напополам нлд и только вот примеру вот самая нижняя часть до пример вот самый 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 низ вот поэтому будет немного сложнее попасть и при этом мне кажется можно будет продавлять направляем это самый просто обалденный охранительный вариант который можно только сделать то можно что-то если просто даже все зашить но не знаю это очень долго мне кажется однозначно то есть вернется пиксель хантинг а так будет такая вот изюминка довольно неплохая поэтому так и есть чтобы надо стало намного меньше зоны пробития и хоть как-то можно было продавливать направление ведь так немножко сложнее будет попадать попадать в нлд дальше вторая тема это матчмейкер это просто жесть насчет матчмейкера честно я в шоке но тем не менее это огромная проблема в одной команде одни взвода и статисты а во второе дни раки и без взводов и даже альянсов 45 процентов побед то есть вы сами понимаете так и есть турбо сливы просто жесть задолбали вторая команда их просто насилует играя одной рукой я так и написал не знаю что там 2 делают честно не буду говорить но тем не менее блин так и есть просто насилует одной рукой реально вот предлагаю вести корректировку матчмейкеры следующим образом я просто не знаю что поэтому я делаю хоть что-нибудь чтобы как-то блин попробовать протестировать даже то что я предложу пускай может она и хреново как-то выглядит но тем не менее сделать так чтобы в одной команде во второй команде было максимум два взвода то есть все больше взводов вообще никак вот и сделать матчмейкер по среднему урону а не по статье как было раньше и по статистике раньше ни хрена не получилось и это была полная жопа поэтому как бы статистику можно набить и все дела там это то даже не дело не в статистике чуваки тут получается уже страдают статисты которые набили себе статку там сидела но это не означает что ты можешь просто убить все если у тебя в команде рак из 1000 или 2000 средухи то это не означает что ты чувак 65 или 70 процентов побед там вообще turbo turbo ниндзя то ты не сможешь убить всех если тебя будут атаковать 10 человек и твоя команда умрет поэтому что имеет значение средний урон то есть я пример поставил что если человека 4k средухи и естественно он накидывает больше урона потому что понятно что средний урон откуда у него вырос не просто так это не статка ты его так не поднимешь но вот это средний урон то есть принципе определять людей потому как они играют вот играет у него 1000 ну вот блин пускай он и играет против приблизительно таких же или чтобы в команде распределяла там 4k 5k средухи там ага там примеру я бы сделал таким образом правда здесь не написал я уже отправил вот только что придумал ну пять человек примеру статистов 5 статистов в другой команде 5 человек средние то есть ребята с средним то есть где-то трешечка да короче пример вот такие вот средние ребят и остальные там 2k 1k средухи то есть я не знаю поэтому получается и в той и в той команде есть 5 статистов есть 5 короче средних пацанов то есть уже 10 человек нормальных и 5 всего лишь таких слабеньких игроков по моему вообще зашибись матчмейкер от императора зашибись погнали дальше следующая тема это графика оптимизация всем курсах что сейчас данный момент принципе картошки об 0 и в тундре об 0 ну точнее об тут тундре как бы все и оптимизация везде везде хороша только не в армате поэтому блин пора уже начинать заниматься график оптимизации ребят поэтому вот так вот и я вот короче даже вот этот пункт так и выделил выделил что следующая тема то графика оптимизация с новыми картами которые выходят в принципе все неплохо так уж но нормально более-менее вы в принципе видели оптимизация такая еще более-менее терпимо нормально и говорится с пиом покатит но все старые карты не оптимизированы и графика осталась в далеком прошлом у меня 1060 карта 66 гиговая 16 гигового оператива я в примерку ставлю просто и 5 и играю на средних настройках некоторых вообще выключен настройки вообще кто смотрит мои стримы курса как я даже стримлю и с этой системой у меня примеру все остальные игры летают если взять примеру все остальные танки тундра на ультра картошка на ультра а здесь я как нищеброд и и бомж триольта катаю на средних ну вот и графики принципе не вижу вообще в моих глазах поэтому это одна из самых главных и я уже предсказал и написал что хочу объяснить я могу и на максималке играть но при этом у меня фпс будет прыгать как сумасшедший в бою это просто от и точно в общем сами понимаете что снаряд будет лететь у меня лежа не так точно где-то лаганула где-то там дернула поддернула это просто капец как влияет на геймплей ну ты просто промазала каждый выстрел для меня лично должен быть урон вот и конечно же если фпс будет хреновый это будет конкретно жестко влиять на мой примеру геймплей поэтому это очень 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 и очень важно ребят вот дальнейшем что у нас следующая тема следующая тема ребятки я выбрал бои для альянса у царь горы уже до сказали там слышал поэтому еще разочек что для альянса очень очень все скучно и для них только есть pvp режим и больше ни хрена на этом типа все жизнь альянса закончилась никакого развития думаю высыпали понятно и так принципе не понятно что нужно сделать следующая тему я затронул ребят для вот смотрите буду так выделять вот он для эффективности я считаю что нужно вновить звуковой движок выстрелы танка вообще не похоже на выстрелы танков предлагая съездить на полигона лавина и с таким вот троллингом маленьким и записать звуки выстрелов ведь звук реально вот звук это не то что звук это то что мы слышим постоянно реально в бою мы каждый раз стреляем и только слышим и слышим слышим звуки выстрела танки но хотелось бы звуки на реальности выстрелов танков я примеру вот служил танковых войсках я был на полигоне я видел как с разной техники стреляет в живую вот поэтому это не звуки выстрелов танков а пердеж деда мозаи или кусакина поэтому были на однозначно короче блин звуки хотелось бы более чтобы там в поле танки грохотали та-та-та и тата я думаю мысль моя понята однозначно теперь хочу затронуть тему связанную с моделями танков блин вот тема с моделями танком в игре танки похожи на пластмассу и не внушают не внушают вид танка и металла просто покрас покрашен как игрушка в детском мире и переделать все эти модели постепенно это тоже нужно но согласитесь это не так уж и выглядеть более реалистично в плане блин реально на пластмассовый там похоже потому мне кажется все текстурки все это постепенно надо переделывать потихоньку и все будет круто ребят не все сразу конечно то что я примеру предлагают но все это я считаю очень важно для проекта армата а дальше самое главное что тут есть тоже убрать все баги с игры под кореньки ядрени фени просто вот тетя клава дима чепчик убрать убрать нахрен просто потому что с каждым выходом куда патча микро патча мини патча под патча за патча патч в квадрате патч в кубе какая-то херня просто в адра мадра цель тени они просто выходит вот поэтому нужно четко когда выпускаете что-то релиз прямо от проверять этот человек который приходит и начальство и горит готов патч можно запускать отдавать ему пиздюлей ломом по голове короче однозначно просто пиздит лом выпустил патч ты сказал что все готово а тут миллиард бага вот то подошел ломом ебанул его и все прошу прощение за грубое слово но тем не менее так это все в виде шутки скажем так поехали дальше последнее это прислушиваться к игрокам знаю что а знающие что нужно для игры ну немного тут не подкорректировал тут написано знаю факт и на счет прошу прощения тоже так поэтому надо прислушиваться к игрокам которые более-менее понимают что надо игры и в пример я хотел поставить хочу пример поставить что убрали пиксель хантинг потому что многие нереально многим нереально было пробивать а нужно было всего немного зоны расшить и все мы пробивали но на самом деле что нет зачем было полгода терять примеру времени и приделывать всем танкам нлд расшить хотя можно было слегка расшить пиксель хандинг и было похрененно танки ездили охрененно принципе все было бомбово вот но ничего не изменилось а раки как накидывали по 500 тысяч дамагом максимум так и накидывают в данный момент при этом танки расшиты в хлам его бт нету вообще брони на отсутствует то есть картон то есть что изменилось ничего поэтому даже не знаю но тем не менее ребят всем спасибо кто посмотрел видосик поставил лайк также поделился еще друзьям сделал пост там контакте или все остальное чтобы максимально было интересно мнение других игроков как бы вот поэтому я одну из статей сегодня с утра я встала вот сейчас видно 1138 то есть я где-то там в 10 чем-то на утро начал писать ее и вот решил с вами поделиться и также чтобы ваше мнение не было пройдено мимо ставьте комменты буду рад почитать подписываемся на канал ставим лайки всем ребят пока да прибудет с вами сила прайма всем удачи пока пока